Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежего угла Елена Горчакова. И я хочу еще раз поговорить с вами о налогообложении доходов личного подсобного хозяйства. В Налоговом кодексе Российской Федерации действует статья 217, которая определяет, какие доходы российских граждан и постоянных налоговых резидентов России не подлежат налогообложению по доходным налогам на территории нашей страны. В этой статье есть пункт 13, который определяет, что доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи, выращенные в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства, как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром переработанном виде, продукции растеневодства, как в натуральном, так и в переработанном виде, не подлежат обложению по доходным налогам. К продукции животноводства, что не очевидно, но факт относится к продукции пчеловодства, мед и все пчелопродукты. Далее сказано, что доходы, указанные в абзаце первого настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при одновременном соблюдении следующих условий. Во-первых, если общая площадь земельного участка, который находится на праве собственности, не превышает максимального размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона о личном подсобном хозяйстве. В этом пункте 5 статьи 4 сказано, что участок должен быть полгектара, то есть 50 соток, не более того. На самом деле в регионах принимаются законы, которые увеличивают этот размер. Кстати, в законе о личном подсобном хозяйстве сказано, что региональным законодательством этот размер может быть увеличен. Во всех регионах практически России этот размер увеличен. В Кемеровской области, если меняет память, он составляет 2 гектара, то есть 4 раза увеличен. А в других областях может быть еще больше. Дальше. Если введение налогоплательщикам личного подсобного хозяйства на указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников. Ну это понятно, да? То есть вы не нанимаете никого за зарплату работать, работаете только своими силами, силами своей семьи. И третье. А да, кстати говоря, есть такое примечание очень важное. Положение, установленное для товарищ-собственников недвижимости, применяется также в отношении садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих партнерств, потребительских кооперативов, созданных до 1 января 2019 года. То есть практически любая земля дачи, садоводческого, огороднического товарищества и так далее, совершенно свободно может вами использоваться для ведения личного подсобного хозяйства. Личное подсобное хозяйство, как организация какая-то или что-то еще такое, никакой регистрации не подлежит. Но в 13 пункте 217 статьи Налогового кодекса сказано, что для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первого настоящего пункта, налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органам местного самоуправления или правлением товарищества собственников недвижимости, подтверждающий, что продаваемая продукция произведена налогоплательщикам на принадлежащем, принадлежащих ему или членам его семьи земельном участке, участках, используемом, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества с указанием в средней размере общей площади земельного участка или участка. Это значит, что такой документ нужно получить и иметь его у себя. Это так называемая похозяйственная книга. Ее в органах местного самоуправления могут распечатать с той же самой программы «Консультант Плюс», если они не знают, что это такое. Дальше ее заполняют, указывают в ней количество ваших ульев, количество ваших уток, количество ваших курочек, не знаю, хоть количество кустов землиники указываете. То есть все, что вы захотите, они туда должны указать. Орган местного самоуправления имеет право приехать и проверить, если у вас действительно все это, о чем идет речь, все эти объекты. И после этого заверяет печать и выдает вам такой документ. В случае возникновения каких-либо вопросов, претензий или чего-либо быта не было, вы такой документ предъявляете. Я думаю, что по нынешним временам, если вы хотите физически стоять на рынке со своей продукцией, например, а рядом ходят проверяющие всякие сотрудники полиции и так далее, вам нужно было бы такой документ, было бы очень неплохо иметь прямо при себе, потому что этот документ подтверждает, что ваша продукция – это продукция личного подсобного хозяйства, произведена вами. Неплохо было бы иметь такой документ, что вы не перекупщик. Тогда у вас и проблем с торговлей на всяких городских рынках не будет. Вот так сегодня регулируется этот вопрос. Надеюсь, что это короткое видео было вам полезным. Прощаюсь с вами, до скорой встречи, до следующего нашего видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова